Сегодня состоялось очередное заседание Координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию под председательством Акима области Абергази Кусаинова. Сегодня совет рассмотрел 10 проектов для включения в карту индустриализации и заявленных на субсидирование кредита в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Первым был рассмотрен проект, рекомендованный для включения в карту индустриализации, создание производства фильтров для автотранспорта и иной техники Жасказганской компании «Кастехфильтр». По информации директора предприятия, проектная мощность составит свыше 148 тысяч фильтров в год. Это воздушные, топливные и масляные фильтры для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, специальной техники. Фильтры будут изготавливаться на оборудовании европейского качества и специалистами, обученными на предприятиях в Европе. Причем стоимость выпускаемой продукции будет ниже аналогичной импортируемой. Стоимость проекта составит 417 миллионов тенге. При этом будет создано 50 рабочих мест. В кадровой политике сегодня должен быть другой вопрос. Вот мы вчера ездили по сельским районам, там тоже много вопросов в этом направлении. Надо заниматься в предыдущем рынке и вырабатывать пути решения. Закрепление кадров с учетом того, что надо строить и жилье, определяться надо и заработать, надо определяться по рабочим местам второй половины, в семье. Тогда что-то будет. Затем состоялась презентация проектов, заявленных на субсидирование кредита в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В их числе – организация литейного производства компании «Спецсталь», производство суперконцентрата «Полимер Технологи», организация производства колбасных изделий, расширение производства лекарственных средств и другие. Кроме того, был рассмотрен вопрос финансирования строительства производственной инфраструктуры по проекту строительства логистического центра «ТОО Риги». «В Казахстане – это единственный комплекс, который будет сводиться в селе Казахстана, которые потребляются в республике Казахстана. Внутри этого сморского помещения все это разносится посредством инновационных технологий, компьютерная техника работает, база данных, соответствующая, долгосрочная охрана, внутри этого есть соответствующая карта управления, это вообще-то не проникнет». По итогам заседания Бергазик Усейнов поручил Управлению предпринимательства и промышленности направить список одобренных проектов в Фонд развития предпринимательства «Дому» и Банки второго уровня для заключения договоров субсидирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова